Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю! И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. И, дорогие друзья, вот здесь проходила утренняя молитва в этой часовне святого Иосифа. Вот, и благоставляю всех вас, дорогие друзья, и вот в конце молитвы как раз вот подошла Любовь Давидовна, один из наших священнослужителей здесь в Киеве, священник Иерей, Любовь Давидовна Кушнир. И очень люблю этого служителя, сестру, и за ее открытое сердце, такое пред Богом, и видение, которое уникальное на самом деле. Служение Ханука. Наверное, многие из вас уже слышали об этом, потому что я в рассылках это уже много раз упоминал, в рассылках различных, что есть такое служение, у нас Ханука называется. Потому что Ханука это обновление, реформация на самом деле, как Любовь Давидовна говорит. И на самом деле так оно и есть. Из Писаний мы это знаем, праздник обновления. И большая часть наших священнослужителей, конечно, несет служение очень различное. Но служение Ханука это, наверное, как бы самое удивительное служение в последнем времени нашей Церкви. Слава Богу. И как вообще вот это откровение в вашем сердце появилось вообще? Как впервые получили это откровение? Ну, впервые, наверное, когда я служила в еврейской общине, я вела домашнюю группу. И отец Сергий, он был у нас там на служении в еврейской общине, проповедовал. И потом он встал на колени и сказал, я у вас евреев, прошу прощения за еврейские погромы, в благословение православной Церкви. И просто прошу от имени священнослужителей православных. Знаете, оно так коснулось нашей еврейской души, мы поплакали. И когда отец Сергий начал свое служение, мы пришли всей группой ему помогать. Борис Савелович нас благословил. И мы думали, что мы будем просто служить православным людям. Но через какое-то время Бог стал показывать, что я должна продолжать, я должна идти в своем призвании. То, чему я была научена в еврейской общине, служить евреям. Здесь тоже очень важно в православной Церкви, потому что дух антисемитизма очень сильный среди православных людей. Даже были у меня такие невероятные случаи, когда ты им говоришь об Иисусе Христе, что он еврей. А они говорят, что вы позорите нашего Бога. То есть это просто даже не принимается еврейство. И даже люди не задумываются о том, что действительно Мария была еврейка, и она родила Иисуса Христа. Люди не задумываются. И у них есть ненависть даже к еврейскому народу. И это служение, оно действительно реально разрушает эти твердыни антисемитизма. И вот уже на сегодняшний день люди православные, они празднуют шаббат, празднуют еврейские праздники, праздники, которые праздновал Иисус со своими учениками. И прославление у нас мессианское. Бог мне дает, я пишу песни. У меня нет музыкального образования. Это просто чудо Божье. Бог мне дает текст. Потом я слышу, как это надо петь. У меня уже 37 песен на сегодняшний день. И Бог нам дал вот такое удивительное название – Ханука, потому что Ханука – это обновление. И мы участвуем в реформации православия и вообще всего христианства. Мы являемся частью вот этой реформации. И очень много в последнее время Бог открывает как ведение для нашего служения. И я пишу статьи несколько лет назад, даже, по-моему, в 2004 году, вышли две статьи. Одна называется «В главном единство», другая – «Откровение для Дела Христова последнего времени». В этом отражено наше ведение, что церковь должна вернуться к своим истокам, истоки корней у церкви, иудейские, и тогда не будет разветвлений, разной динаминации. Все будут продолжением той первоапостольской церкви, которая была создана Иисусом Христом, апостолами. И не будет никаких разногласий. То есть так Бог показывает, я об этом пишу. Сейчас вот я закончила статью, которая называется «Три кита». Это как продолжение о том, что основные фундаменты первоапостольской церкви – это храм, синагога и евангелизация, то есть сопровождающие чудесами и знамениями. И церковь последнего времени должна иметь такую же модель. То есть это должен быть храм, как преемничество храма иудейского, где все священодействия и все жертвы сведены к великой жертве Иисуса Христа. Это должна быть синагога, то есть это мессианское служение, обновленное Новым Заветом, потому что Иисус действительно проповедовал в синагоге, и апостолы проповедовали в синагоге. И это то, что должна делать церковь. Третье очень важное – это евангелизация, которая сопровождается чудесами, знамениями, просто сверхъестественным подтверждением Духа Святого. Мы двигаемся тоже в этом. Очень помогает нам пример церкви, Духовный Центр Возрождения. Вот я сейчас учусь на колледже, в Духовном Центре Возрождения. Вижу я реально чудеса, когда люди встают с колясок, когда четвертая степень рака исцеляется. Я сама получила там исцеление, это третий мой колледж, на тех предыдущих колледжах я тоже получила там исцеление души, исцеление физическое. И просто уверена, что евангелизация должна быть на таком уровне, используя широко средства массовой информации, там интернет и телевидение, радио. Это должно быть межконфессиональное, международное движение. То есть это должно быть действительно так, как было во времена Иисуса Христа и апостолов. И те народы, и те движения, которые присоединялись, они не должны аннулировать то, что было в первоапостольской церкви, вносить свою культуру, двигаться какими-то своими путями. То есть мы должны действительно вернуться к Первостокам, к первоапостольской модели. Это важно для всех динаминаций абсолютно. Да, и на самом деле оно происходит так или иначе, больше или меньше, но во всех динаминациях, во всех течениях христианства. Я сейчас наблюдаю, допустим, в католицизме, допустим, да, вот, значит, есть уже довольно много священнослужителей, Борис Саудж-Хриценко, вот, раввин мессианская община об этом рассказывает, и не просто рассказывает, а даже и приводит на служение вот таких католических лидеров, которые в мессианском служат уже, по сути, направлении таком, вот, еврейском, мессианском. Вот у нас в православии, пожалуйста, вот мы первопроходцы идем, первопроходцы, вот, хотя уже есть уже прецеденты некоторые... С 2000-го года. С 2000-го года, да, с конце 2000-го года, да, это, по сути, это уже, ну, скажу так, да, это как ледокол идем, будем так говорить. Вот в Израиле есть, читал публикацию, один из греческих священников православных, там занял такую позицию, такую сельминскую, такой, за Израиль, значит, и стал молиться, вот, уже, значит, и он тоже сейчас собирает вокруг себя там людей православных, в основном грекоязычных, вот, значит, которые, вот, скажу так, ну, корням заявляют о том, что нужно вернуться к нашим корням. Кстати, и в США, в православной церкви, вот этой харизматической православной церковь, харизматик, Ортубаш Чёрч, епископ Марк Керси, Семен Иоанн Первым, да, называется так официально. Вот, и я когда был у них, говорил о еврействе, говорил, значит, и я еще переспрашивал его, ну, ты еврей? Значит, через переводчика. Ну, ну, отживус, ну, отживус, да, да. Но мне как-то вот, потом после разговора опять его спросил, может, все-таки он еврей? Он, нет, 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 нет. А потом прошел год или два даже, наверное, я уж не помню даже, он мне пишет письмо, приходит от него письмо, и он пишет, слушает, я еврей? Как? Он пишет, он навещал свою бабушку, которая тоже живет во Флориде, тоже во Флориде, только в другом месте. Вот, навещал свою бабушку, вот, они общались, и вот сказал, что вот у меня был гостин из России, и он у меня даже евреем посчитал. Вот, а бабушка сказала, ты есть еврей? Как? Бабушка, не шути. Ну, да, вообще-то мы евреи, и говорит, как? И ты не говорил об этом. Оказывается, его американ... Ну, бабушка... Время было такое, что люди скрывали, боялись, да? Нет, 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 не в том дело. У них не боялись, у них это же американская семья, то есть просто эта семья уже как бы ассимилированная как боялись. А они не выходцы? Нет, 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 они чисто американская семья. Белые американцы, вот, значит, и жили все время в Америке много поколений. Вот, значит, и больше того, его отец был пресс-питером Бартийской церкви, закончил бюти-райс-юниверсити, значит, Джорджия. Его дедушка был пастором, тоже Бартийской церкви в Джорджии. Это вот, это южный штат американский. Вот, он американец уже, там, не знаю, в седьмом или в восьмом поколении. То есть, получается, чисто американская семья белых американцев. Вот, но, оказывается, его мама еврейка. Потому что, значит, бабушка сказал, да, мы чисто еврейская семья. Просто они забыли свои убийства. Есть как бы, у нас это страха в основном, там, как бы, и отрекались от еврейства. Но довольно, ну, небольшой процент, но есть американских евреев, которые просто из-за равнодушия, просто потеряли свое еврейство. Оно нам надо, оно и даже евреи надо, как бы. Все. Есть, конечно, там, ортодоксальные евреи, религиозные евреи, но их очень небольшой процент. Вот, есть такие евреи, большая часть евреев американских, это чисто американских, не наших. Сейчас много наших, привяжек евреев уже. Вот, но много американских евреев, именно таких традиционных, которые живут уже там, уже там и 100, и 200, и 300 лет, даже с самого основания велики. Есть такие семья американские еврейские, которые с самого основания США там проживают, вот, но, но помнят о своем еврействе, ну, так, поскольку, поскольку. Ну, может, там, не знаю, там, раз в год от силы, вот, вспомнят, или раз в жизни вообще, вот, когда придет дело уже там на год. На Песах, может быть, вспоминают. Да, очень много ассимилированных евреев, очень много потерявших свое еврейство, американских евреев, даже наших больше, как бы, сейчас это. Ну, так вот, и к тому, что бабушка его дала, а мы евреи вообще-то, просто нам это никому не нужно. Ну, так живем, так интересно. И мне этот Марк Керсик, он написал, что он настолько был увлечен, заинтересовался всем этим, что поступил даже в институт Иудайки в Иерусалиме, значит, чтобы, как бы, изучать эти корни, как раз, корни. А в Америке большая часть вообще, значит, есть христианских, протестантских церквей, которые именно, вот, дорожат своими корнями, христианскими корнями, еврейскими корнями своей веры. Вот, это целое движение такое, еврейские корни. Огромнейшее движение сейчас в США. Что-то уже как-то заложено Богом, и у человека побуждение сильное. Вот еврейское общение, там большинство не евреев. Да, да, да. Они не понимают даже, почему они приходят туда. Потом они находят в архивах, или узнают от родственников, что у них есть еврейские корни. А приходят по побуждению. Да, приходят. Много ждания таких. Точно. Вот так вот, друзья. Так что молитесь об этом. Служение Хануга. Обновление, реформация. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. Молитесь и... Присоединяйтесь к нашей молитве. Присоединяйтесь, да. В нашей молитве. Да, вот, расскажите. До часу. У нас молитва за Израиль. Мы благословляем народ Израиля. Молимся за спасение. Бог нам показал, наверное, в 2001 году. Вот это время. И потом, даже не сразу я поняла, почему это время. Потом, ну, как сказать, такое приемлемое время, потому что на другом континенте еще не ночь. То есть, где-то это все-таки не раннее утро. Ну, то есть, это время, которое более-менее приемлемо для всех континентов. Так что по киевскому времени и иерусалимское время. Да, киевское время совпадает с иерусалимским. Да. Даже когда мы переходили на московское время, они тоже переходили. То есть, мы все время, наше время киевское все время совпадает с иерусалимским временем. И вот по киевскому времени с 12 до 13 мы молимся. И так как Бог сказал, я благословлю благословляющих о еврейском народе. Мы туда включаем свои нужды, и это у нас очень сильное молитвосогласие. И у нас очень много ответов. И поэтому присоединяйтесь к нам, и вы увидите славу Божию для вашей жизни, если вы будете молиться за спасение еврейского народа. Бог вас очень благословит. Аминь. Аминь. Благословляем вас благословением священническим. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. И даст Тебе шалом. Аминь. Шалом, шалом, друзья. Шалом, мир Божий. Аллилуйя.